В редакцию новости здесь обратились амичи, пострадавшие от действий финансовой пирамиды. Всероссийская компания в течение нескольких лет предлагала выгодно вкладывать деньги в доходный бизнес и получать баснословные проценты. Моя коллега Юлия Боброва встретилась с теми, кто пострадал от действий правонарушителя и попыталась выяснить, есть ли шанс у людей вернуть свои деньги. Вырезка из газеты с заманчивым объявлением, пара уже бесполезных векселей и никакого обещанного дохода. Пенсионер Владимир Томилов уверяет, компания «Инвесткапиталгрупп», с которой он заключил сделку в 2012 году, оставила его без сбережений. Материальное положение хотел улучшить, помочь дочери. Я вначале на 200 тысяч вексель, а затем на 250, ввиду того, что я по первому векселю, процент они мне каждые три месяца выплачивали. Правда, выплачивали с таким, что налог удерживали с меня. Дохода пенсионер не получил. Через несколько месяцев сотрудники перестали отвечать на звонки. Компания арендовала помещение в одном из торгово-офисных центров Омска. Сюда люди и несли свои сбережения, чтобы заработать деньги. Но вот вернуть их уже не получилось. Неожиданно компания покинула свой офис. Помещение пустует с 2015 года, как и представительство в других городах. Они действовали в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Также фирмы с аналогичным названием работали в набережных Челнах, Самаре, Саратове, Челябинске и других регионах. Головной офис находился в Казани. И в отношении него в конце прошлого года ввели процедуру наблюдения. Только вот получить деньги жителям других городов все равно будет непросто. Только в Омске заявление в полицию подали 20 человек. Ущерб 4 миллиона рублей. В МВД России по городу Омску расследуется уголовное дело, возбужденное в феврале этого года. По статье 159 Прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Следователи работают с протерпевшими, изучают результаты различных экспертиз. Пока продолжаются следственные действия. Эксперты считают, главное найти виновных лиц, но сложностей меньше не станет. Таких случаев очень много. И очень много пострадавших. Во многих, вы говорите, здесь возбудили дело, по многим таким случаям похожим. Дело просто не возбуждается. Какая-то надежда есть. Если у виновных лиц будет имущество, на которое может быть обращено взыскание, то ущерб будет возмещен. Если такого имущества в процессе следствия не будет найдено, то, конечно, говорите, возмущение и ущерба, наверное, рано. Если вы тоже пострадали от действий «Инвесткапиталгрупп», обратитесь с заявлением в полицию. Юлия Боброва, Александр Рябуха, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.